золотая середина как говаривал унистон черчилль компромисс это решение в равной степени не устраивающие обе стороны но сам по себе компромисс ошибкой не является ошибка возникает одна из одна из сторон произвольно определяет нечто среднее между их двумя позициями и выдают результат за компромисс но например на возглашен на возмущенный возглас разве может такой аморальный человек как профессор клепташвили преподавать этику у него же две любовницы дается ответ но тогда пусть этику преподает процессор поцуренко у него любовница только одна именно к этой логической ошибки как полемической уловки прибегает соломон решая поставленную перед ним задачу от противного читаем когда пришли две женщины блудницы к царю и стали перед ним и сказала одна женщина о господин мой я и эта женщина живем в одном доме и я родила при ней в этом доме на третий день после того как я родила родила эта женщина и мы были вместе и в доме никого постороннего с нами не было только мы две были в доме и умер сын этой женщины ночью ибо она заспала его и встала она ночью и взяла сына моего от меня когда я раба твоя спала и положила его груди своей а своего мертвого сына положила к моей груди утром я встала чтобы покормить сына моего и вот это был не мой сын которого я родила и сказал другая женщина нет мой сын живой а твой сын мертвый а так говорила и нет твой сын мертвый а мой живой и говорили не так перед царем и сказал царь это говорит мой сын живой а твой мертвый а так говорит нет твой сын мертвый а мой живой. И сказал царь, подайте мне меч. И принесли меч царю. И сказал царь, рассеките живое дитя на двое и отдайте половину одной и половину другой. Видите, да? Как здесь допускается ложный компромисс, золотая середина. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила, пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите. И отвечал царь и сказал, отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его. Она его мать. Третья книга царств, третья глава, 16 по 27 стих. В решении проблемы мудрый царь применяет метод от противного. Предлагаемый выход, абсурдный по самой своей сути, но чисто формальный в мере удовлетворяющий требованиям обеих сторон, утверждением каждой женщины, это мой ребенок. Он оказывается приемлемым для постороннего человека в то время, как для родной матери, он просто не мыслит. Это и подсказало Соломону правильное решение. Непосредственным примером золотой середины является политика Андре Питена во время Второй мировой войны. При вторжении Германии во Францию маршал Питен, по сути возглавлявший вторую по мощности армию Западной Европы, поскольку главнокомандующий генерал Вейган сразу предложил сдаться агрессору, заявил о необходимости просто перестать стрелять и договариваться с немцами где-то посередине. Он призвал французов быть готовыми к сотрудничеству. Кстати, отсюда именно пошло слово коллаборационизм. Вскоре правительство республики пошло на перемирие с оккупантами и всего пять дней спустя, 22 июня 1940 года, Франция была вынуждена капитулировать. Так народный герой оказался согласным разрубить собственное дитя. Лишь былые заслуги перед Отечеством спасли его по окончании войны от смертного приговора по обвинению в измене. Когда предлагаемые решения несовместимы между собой, более того, одно из них ложно, компромисс в принципе невозможен. Если кто-то один утверждает, что оригинал Джоконды, кисти Леонардо, хранится в парижском Лувре, а второй, что в Метрополитен-музее Нью-Йорка, это вовсе не значит, что на самом деле вы обнаружите картину где-нибудь посередине в Атлантике между Азорскими островами и Бермуд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова